Наверняка вы слышали о Марианской впадине. Она считается самым глубоким местом в океане, куда даже не доходит свет солнца. Может там нету света солнца и кислорода, но там есть жизнь. Давайте посмотрим, кто обитает в Марианской впадине. Марианская впадина располагается в западной части Тихого океана, неподалеку от Марианских островов, всего в 200 километрах, благодаря соседству с которыми и получила такое название. Она представляет собой желб в форме полумесяца в земной коре, длиной около 2500 километров и шириной в среднем 69 километров. Это огромный морской заповедник в статусе национального памятника США, поэтому находится под охраной государства. Марианская впадина вот уже много столетий таит в себе множество загадок, не подвластных полному исследованию, даже самым современным научным оборудованием, где чудовищное давление воды, казалось бы, ну никак не располагает комфортному существованию живых организмов, но тем не менее они там есть. Морской черт или удильщик Пожалуй, найдется совсем немного людей, которые бы не знали о существовании этого загадочного и страшающего вида морских обитателей. Рыба-морской черт длину достигает до 2 метров при весе приблизительно 20 килограмм. Существует около 100 видов этой особи. Мужские особи в 10 раз меньше женских. Когда смотришь на морского черта, сразу бросается в глаза наличие выроста на голове со светящимся кончиком перед страшным ртом, так называемого удочкой, за их сходство. С помощью него удильщик завлекает жертву и ловит ее. Отсюда и простонародное название – удильщик. Бентакодон Медузы обычно обитают в верхних слоях воды, но бентакодон – исключение. Он предпочитает глубину свыше 760 метров и любит держаться у самого дна. Выглядит это необычное существо, как красная летающая тарелка диаметром 2-3 сантиметра, с полутора тысячами длинных тонких щупалец по всему периметру. Именно эти ножки помогают бентакодону передвигаться сквозь толщу воды. Питается эта медуза мелкими, ракообразными и одноклеточными. А поскольку пища бентакодона часто оказывается биолюминесентной, морские биологи полагают, что непрозрачная красная окраска служит для того, чтобы скрыть это сияние. Будь бентакодон прозрачным, как и прочие медузы, в сытом виде его легко могли бы обнаружить более крупные хищники. Бочкоглаз Бочкоглаз в процессе эволюции обзавелся очень необычными чертами, которые позволяют ему улавливать даже самый тусклый и рассеянный свет. У этой рыбы прозрачная голова, внутри которой свободно двигаются похожие на бочонки глаза. Обычно они всегда направлены вверх, чтобы бочкоглаз мог видеть силуэты своих жертв, проплывающих над ним. О существовании этого подводного чуда стало известно только в 1939 году, когда прозрачную головую рыбу подняли с глубины в 762 метра. Но понаблюдать за ней не удалось. Извлеченные экземпляры погибли из-за резкого перепада давления при подъеме. И только когда появились глубоководные суда с дистанционным управлением, оснащенные фонарями и камерами, люди смогли поближе познакомиться с бочкоглазами. Рыба-топорик Это суровая рыба и впрямь похожа на топор или тесак, плавающий на глубине 1500 метров под водой. Все ее 40 видов очень плоские, металлическо-серебристые и виолюминесенные. Топорики умеют изменять степень своего свечения в зависимости от того, сколько света поступает с поверхности. Это позволяет им лучше сливаться с окружающей средой, чтобы хищникам было труднее их поймать. Площеносная акула Своё название рыба получила за 6 рядов волнистых жабр длиной около 2 метров. Но 6 рядов жаберных щелей – это мелочи по сравнению с 20 рядами острых зазубренных зубов. Живут площеносные акулы на глубине более 1000 метров и редко попадают в поле зрения людей. Поэтому очень сложно сказать что-то определенное об их поведении и жизненных циклах. Рыбы, поднятые на поверхность, гибнут практически мгновенно. Единственный способ изучить этих необыкновенных существ – наблюдать за ними в их естественной среде. Амфитретус пелагический Опускаясь на глубину почти 2000 метров, осьминог амфитретус, в отличие от своих более обычных братьев, путешествует не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Амфитретус практически полностью прозрачен, а 8 его щупалит соединяются тончайшими нитями, будто паутиной. Но самое удивительное в этом – моллюски его глаза. Они не круглые, а удлиненные и способны вращаться вокруг своей оси. Столь нестандартные органы зрения дают осьминогу широкий угол обзора и позволяют видеть темноте, царящей в глубинах. Осидакс Осидакс – многощетинковый червь, чье название в переводе с латыни означает «поедающий кости». Иначе его и не назовешь. Осидакс действительно получает питание из костей умерших морских животных, в частности китов. Червь выделяет кислоту, которая разъедает внешнюю часть скелета. Затем в дело вступают симбиотические бактерии. Они перерабатывают белки и жиры в питании для черви. Дышит пожиратель костей с помощью пушистых отростков на теле, которые добывают кислород из воды. Акула домовой Акула домовой будто выплала из кошмарных снов или фильмов ужасов. Морда с гигантским носом, похожим на клюв, огромные челюсти, которые могут выдвигаться вперед. Эта грозная хищница отнюдь не кроха. Она достигает 5,5 метров в длину. Эта акула обитает на глубине 900 метров. Причем, чем старше особь, тем глубже она будет жить. Гримпатефтис Представляя осьминогов, мы воображаем крупную голову с 8 щупальцами. Но этот осьминог скорее похож на купол от зонтика. Несмотря на свои размеры, это маленькое существо, которое вырастает до 30 сантиметров, грозный хищник. В отличие от большинства других головоногих, оно не расклевывает свою добычу челюстями, похожими на клюв, а глотает червей ракообразных целиком. Но, кроме того, это один из самых глубоководных осьминогов, который уютно чувствует себя на глубине 3-4 тысяч метров. Иглород Рыба-иглород имеет очень грозный облик. Огромные зубы, страшная морда, скользкая кожа, без чешуи. Поскольку иглород обитает на глубине свыше 2000 метров, где практически нет света, ему самому себе приходится быть лампочкой. Его маленькое 15-сантиметровое тело имеет биолюминесетные органы, которые иглород использует для общения с другими рыбами, защиты и в качестве приманки. На конце усика у него есть светящиеся утолщения, которые мелкие рыбешки принимают за добычу, а в итоге сами попадают в прожорливую пасть иглорода. Некоторые представители этого семейства светятся красным, необычный цвет для обитателей глубин. Сегодня на этом все. Пишите свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok